Добрый вечер. Спасибо, что собрались. Я буду представлять Мишеля Фуко через одну его книгу. Это книга «История безумия. Классическую эпоху». Она здесь продается. Это первая книга Фуко, первая большая книга Фуко, не первая вообще его книга, но первая книга, которая сделала его всемирно известным философом. Нужно сказать, что сразу же после появления этой книги на нее отреагировали большая часть, несколько известных французских интеллектуалов, такие как Жорж Кенгельем, Ролан Барт. Они написали лицензию на эту книгу. И уже через некоторое время, через несколько лет после ее появления, Фуко стал фигурой мирового философии, фигурой мирового масштаба. Я хотел бы сразу начать с этого странного слова, которое фигурирует в заглавии «История безумия». Здесь есть такой диссонанс между тем, что оно значит в русском языке, и тем, что оно означает по-французски. Прежде всего, в французском языке в этом слове нет вот этого романтического оттенка, который нам слышится, когда мы произносим слово «безумие» по-русски. Ну, что такое безумие для нас? Мы можем употребить его в обыденной речи, можем назвать кого-то безумным, метафорическим. Вот это те смыслы, от которых нужно отказаться, когда мы хотим приблизиться к тому, что имеется в виду под безумием в этой книге. И если вы откроете, например, словарь «Пти Робер», такой французский, просто посмотреть по набору определения этого безумия, вы видите, что во французском языке оно уже устойчиво, в него сформировался такой клинический контекст. Значит, безумие, и это одна из основных мыслей, которую мы будем сегодня неоднократно проговаривать. Безумие, фоли – это то, что существует только в рамках клиники. Если кто-то хочет стать безумным или увидеть безумного, он должен пойти в клинику. Ну, несколько слов я хотел бы сказать тогда о таком пути, который привел Фуко к этой книге. Он был достаточно извилистый, и на этом пути было много таких интеллектуальных событий в жизни Фуко. Но можно начать с того, что в 1946 году Фуко нормальенец, он закончил Эколи Нормаль, он поступил туда в 1946 году. Среди учителей, которых он там, среди учителей его, то есть профессоров, которые он там слушал, были такие на тот момент крупнейшие фигуры французской философии, как Луэль Тюссер, Жан Ипполит, Жак Лакан. Нужно сказать, что Ипполит очень сильно повлиял на Фуко и его своей интерпретацией Гегеля. И в этой книге некоторые аллюзии и прямые ссылки на Гегеля обусловлены отчасти от этим влиянием Ипполита. С Эльтюсером Фуко связывала очень близкая дружба. Под его влиянием он вступил в компартию французскую, правда, пробыл там совсем недолго. И опять же, по протекции Эльтюсера вышел из компартии. Его решением вступить туда было определяющим известные события в Индокитае. И какое-то время он был таким достаточно активным членом коммунистической партии. Но если говорить о его интеллектуальных влияниях, которые обуславливали его письмо, то, можно сказать еще о нескольких фигурах. Он долгое время говорил, что он долгое время колебался в выборе своего собственного пути между двумя такими направлениями. С одной стороны, это было философствование в стиле Батай и Бланшо. И он даже говорил, что мечтал в молодости писать как Бланшо. А с другой стороны, его невероятно привлекала социология в духе Дюмизилия и Левистроса. И между двумя вот этими направлениями он выискал свой собственный путь. В 1948 году он получает ученую степень по философии, а в 1949 году по психологии. И долгое время, после этого, некоторое время, психология была его основным занятием. Он близко очень общался с психологами экзистенциалистской психиатрии, круга Бесвангера, написал предисловие к книге Бесвангера. И, более того, он поступил на работу в госпиталь Святой Анны. Госпиталь Святой Анны – это достаточно известная, образцовая и очень знаменитая психиатрическая клиника французская. Фуко работал там, как он говорил, его положение было очень странным в этой клинике. В это время там была введена должность так называемого психолога. То есть это не психиатр, а психолог, который, как говорил Фуко, я находился между врачами и больными. То есть его обязанностью было не обеспечивать некоторый дисциплинарный контроль, чтобы входило в функции психиатров, а находиться в непосредственной коммуникации с больными, проводить какие-то тесты. И вот это его двойственное положение, оно тоже о многом говорит. Но потом его жизнь резко меняется. Он поступает на работу в качестве культурного атташе, на работу в Министерство иностранных дел Франции, и уезжает в Швецию, где он начинает писать и работать над историей безумия. Нужно сказать тоже, что в его молодости и юности была насыщена очень тяжелыми переживаниями. Он очень сильно переживал осознание своей сексуальной ориентации для него. Это было таким сложным моментом. Даже, как пишут, у него было несколько попыток суицида. Но нужно сказать, что вообще в будущем Фуко был невероятно жизнерадостным, активным и даже в каком смысле милитарным таким милитаристским человеком. Теперь я хотел бы рассказать вам такую театральную сцену. История безумия, чтобы ее правильно прочитать и понять, как устроена эта книга, нужно очень четко прослеживать, как на протяжении всей этой книги взаимодействуют три основные понятия, которые обуславливают, с одной стороны, вот такую драматическую структуру этой книги, с одной стороны, с другой стороны, это не только драматическая, но и основная теоретическая, такая концептуальная ее основа. Эти три понятия – разум, ну, как вы догадались, одно из них – безумие, другое – это разум, и третье, более непонятный термин – неразумие. И между в соотношении, в некоторых отношениях, драматических отношениях между этими тремя понятиями и разворачивается история безумия. Ну, я хотел бы прежде всего сказать о том, что такое неразумие, потому что это менее определенный, менее понятный термин, если безумие мы вот уже как-то начали, я надеюсь, немножко улавливать. Ну, вот, я хотел бы дать такой образ, если кто-то сейчас вспомнит какие-нибудь картины Питера Брейгеля, Босха, отчасти Дюрера. Вот, неразумие можно зафиксировать через вот эти живописные образы, представленные в некоторых из картин этих художников. Но здесь нужно уже понимать, что эпоха, в которую неразумие приходит в живопись, уже производит определенную операцию. То есть это восприятие неразумия через внешне дистанцированный, как к внешнему такому дистанцированному объекту, и переживание, которое сопровождает это, Фуко называет его трагической чуждостью мира, вот то ощущение, которое сопровождает восприятие этой живописи. С другой стороны, нужно понимать, что помимо визуального переведения неразумия в визуальную область, оно существует параллельно в другой области, в дискурсивной. В частности, тут можно вспомнить некоторые сочинения Еразма Роттердамского, который увещевает неразумие с точки зрения некоторой философской мудрости, и неразумие рассеивает свои чары. Значит, вот этот момент мы фиксируем такой, когда мы неразумие с одной стороны наблюдаем, а с другой стороны о нём говорит уже кто-то другой, вот такая мудрая философская речь. А это значит, что уже начался такой процесс постепенного подавления неразумия. То, что ему предшествовало, Фуко очень мало говорит об этом опыте, он говорит о средних веках, как о таком времени, когда неразумие ещё переживалось как непосредственный опыт, но мы точно не можем дать в какой-то дискурсивной форме опыт этого неразумия. Просто мы отслеживаем вслед за Фуко вот этот странный переход, когда неразумие вдруг становится видимым, о нём начинают говорить, размышлять. Неразумие замечается, оно обозначается и вводится в ткань мышления и такого философского восприятия. Следующий, да, ещё можно сказать, оно немножко говорит о эпохе барокко, когда доминирующей темой в искусстве была тема обманки, и именно в рамках этой темы обманки, то, что называется «тромплёй» по-французски, то есть такая ошибка глаза, неразумие начинает интерпретироваться уже как иллюзия. И дальше уже неожиданно, почти неожиданно, перед нами возникает совершенно другая картина. Казалось бы, вот неразумие, мы его наблюдали, мы о нём говорили, и вдруг оно исчезает. Оно перестаёт быть заметным. Оно существует за какой-то границей, за границей социума, там, где оно недоступно уже почти для такого незаинтересованного какого-то взгляда. И этот момент такой, его можно, значит, Фуко связывает его с фигурой Декарта. Я сейчас, мы к ней перейдём чуть-чуть попозже. Он это связывает с тем, с той теоретической и очень важной процедурой установлением режима абсолютной рациональности, которую в своей философии осуществил Декар. Ну вот поговорим ещё немножко о том, вот об этой драматической сцене. Значит, безумие исчезает и существует за границей. И, значит, нарушается уже тот режим, который ещё существовал в Возрождении, когда неразумие, да, оно было заметное, но оно ещё как-то участвовало в образовании какой-то истины. В образовании истины формировалось за счёт взаимообмена смыслами между разумом и неразумием. Это были... Неразумие было двойником разума. То есть его вторым, можно сказать, что вторым глазом. Это были два глаза, с помощью которых формировалась такая общая картина. классическая эпоха, начиная с Декарта и с момента, когда безумные оказываются, помещаются в уже специализированные клинические заведения. С этого момента никакой возможности сообщения, обмена между разумом и неразумием больше не предполагается, больше не существует. Цель, которую преследуется такая подобная процедура разделения, состоит в том, чтобы достичь некоторой чистой формы разума, из которого всё, что делало его лишь одной стороной истины, а именно неразумие, которое было другой стороной, всё это должно быть исключено. Значит, теперь, если теперь никакого, как я сказал, взаимообмена между двумя этими различными сферами опыта не предполагается, и разум становится единственной единственной формой истины. нужно ещё отметить, что значит, это событие можно характеризовать почти в политических терминах, хотя Фуко этого сам не делает в этой книге, это можно ретроспективно из его более поздних работ наложить. Это можно характеризовать как такой переворот, почти политический переворот, который совершается самим разумом. Здесь нужно очень чётко обозначить, что сама эта процедура проведения границ совершается самим разумом. то есть для того, чтобы достичь своей собственной автономии, разум сам совершает это действие разделения. Но что ещё очень важно, что безумие да, форма образования истины меняется, но безумие не просто растворяется, так как если бы ничего такого смутного, неясного, тревожного в опыте не оставалось. Появляется оно не просто исчезает, а появляется некоторое новое понятие и новый образ, который позволяет разуму определённым образом относиться к своему другому, потому что неразумие было другим, другим, с большой буквы другим разума, и некоторая нужда по-другому она остаётся, но теперь это будет новая форма отношения с другим, и новое понятие. этот разум, потому что под разумом я имею в виду и Фуко имеет в виду прежде всего то, и не прежде всего, а именно то, что можно назвать рацию. Это и есть разум, тот разум, о котором пишет Фуко. И вот для этого разума таким и другим будет безумие. Безумие это просто форма упрощения отношений с другим, упрощения неразумия. Отношения теперь строятся так, что если неразумие было одним из двух равноправных субъектов в процессе образования истины, теперь оно превращается в некоторые объекты истинных высказываний. Для разума безумие больше не является собеседником с тем, с кем мы устанавливаем отношения к коммуникации, но является объектом построения какого-то знания о том, что такое, о том, чем оно является. вот этот момент тоже очень нужно софиксировать. Можно сказать, что отношение к объекту безумия это объективированное, превращенное в объект неразумие. ставшее объектом. и вот эта драматическая история на этом фактически заканчивается. В общем, по большому счету подобный образ безумия как неразумие, то есть мы можем так говорить. Безумие понимается как неразумие, просто оно перейдено уже в другой режим существования. Да, классическая эпоха говорит, что истинное безумие это неразумие. Но неразумие понимается не как часть разума, а как то, что в разуме присутствовать не должно. ключевым ключевой фигурой для философского отношения для истории безумия является фигура Декарта. И во многом интерпретация отношения Декарта к безумию, да, мы будем говорить к безумию, потому что в данном случае уже можно зафиксировать на этот момент. Понимаете, сложность в том, что есть момент, когда безумие появляется. Я тоже хочу сразу сказать. Безумие как объект, оно появляется и может исчезнуть. Фукуа в одних из поздних, более поздних работ, кажется, в докладе прочитанном в Японии «Безумие и общество» говорит о том, что возможно наступит время, когда мы не будем знать, что такое безумие. Оно появляется и само это событие появления говорит о том, что оно может также и исчезнуть в какой-то момент. В какой-то мы не знаем. ключевой фигурой является Декарт потому, что он производит процедуру разделения и конституирования такого разума, в котором безумие было бы абсолютно исключено. Любая возможность быть безумным была исключена. Я хотел бы немножко сейчас к этому обратиться, а именно к тому, как Декарт непосредственно осуществляет эту процедуру. И сейчас я буду говорить именно об некоторой интерпретации Фуко, то, как он понимает этот процесс. Но сначала я просто напомню, поскольку многие, наверное, знают этот текст прекрасно, это Декарта размышления о первой философии, но я позволю себе напомнить, потому что моменты, которые акцентируют Фуко, они не всегда очевидны и не всегда в классической истории философии не всегда на них обращают внимание. То есть это такой момент, который почти никто не замечает, и некоторые акценты, которые такие лингвистические, которые ослабляют Фуко, например, в русском переводе, они совершенно незаметны. Поэтому я чуть-чуть напомню, как идет сам ход этого размышления. Декарте создает проект тотального сомнения, сомнения, которое могло бы привело нас к таким истинам, которые были бы настолько очевидны, что их очевидность не вызывала бы никакого сомнения. такой замысел. И первое, что должно вызвать сомнения, говорит Декарт, это поскольку я получаю всю информацию о мире либо через чувства, либо посредством чувств, такое там немножко странное разделение, то есть нужно под сомнение подставить прежде всего опыт моего тела, то, что я получаю через, поскольку большую часть информации я получаю через свои органы чувств. то есть, говорит Декарт, можно было бы сомневаться в том, что я сижу здесь, как говорит Декарт, или я сижу здесь, вот сейчас перед вами, держу в руках лист бумаги, в этом можно было бы сомневаться. Но как можно было бы в этом сомневаться? И вот здесь возникает такая развилка, которая дальше будет предметом уже предметом осмысления такого фукеанского осмысления безумия. Потому что Декарт вспоминает, что есть такие люди, которые как раз и утверждают, что они не те, кто они на самом деле являются, то, что они утверждают, что у них тела и стекла, или что они сами короли, или то, что они одеты в пурпуру, хотя на самом деле они абсолютно голые. и это воспоминания сопровождаются такой фразой. Но ведь это сумасшедшие, говорит Декарт, и я сам оказался бы не менее безумным, если бы руководствовался их примером. То есть одна из гипотез, а именно гипотеза безумия, как кажется выводится из игры. И Декарт допускает другую гипотезу, которая позволяет ему также сомневаться, продолжать сомневаться, но избежать возможности быть безумным. Да, безумным мы не можем быть, говорит Декарт. Но тогда можно предположить, что я сплю. Почему? Потому что я также припоминаю, что вчера во сне мне снилось то же самое, что я сижу перед камином, держу в руках лист бумаги, хотя на самом деле лежал в кровати и спал. То есть эта гипотеза позволяет точно так же сомневаться, подвергнуть непосредственно достоверность чувств сомнению. и более того, она гораздо больше подходит, потому что никаких признаков, и Декарт пытается воспроизвести какие-то признаки, какие-то сделать усилия и найти признаки, которые позволили бы отличить сон от яви, но тут же убеждается, что даже если я вытягиваю руку, то это так же может сопровождаться ощущением недостоверности. Дальше он идет еще дальше, оставляя в игре вот эту гипотезу сна, он говорит о том, что сновидение представляет из себя некоторые воображаемые образы, а образы это они разлагаются на общие представления, то есть можно предположить, что в сновидении есть такие, например, есть такие вещи, которые сомнению не могут быть подвергнуты, например, цвет, например, а в случае сновидного образа это такие общие некоторые идеи, которые не связаны ни с какой чувственностью, протяженность вещей, количество, величина, место, где они находятся, то есть то, что называется в классической философии картезианские идеи, идеи в картезианском смысле. и поскольку всякое чувство основано на таких простых вещах, которые достоверны, можно предположить, что вот они-то являются достоверностью, и как говорит Декарс, что с плюей лебодствую, 2 плюс 3 дают 5, а квадрат не может иметь более 4 сторон. И кажется, что уже достоенность найдена, но Декарт предполагает еще одну следующую гипотезу, которая у него логически обоснована, это он предполагает, что если я ошибаюсь когда-то, то это противоречит идее всемогущего и благого Бога, потому что его благости противоречит то, что его желание вводить заблуждение противоречит его благости, а то, что я ошибаюсь противоречит всемогуществу. Поэтому можно предположить следующее, что все, что я воспринимаю, включая вот эти сверхчувственные вещи, которые уже, кажется, стали достоверными, найдены как достоверность, они могут быть вношены нам некоторым по умыслу злого гения или злого Бога лучше говорить, злого Бога, потому что гений отсылает к каким-то немножко другим вещам. Можно сказать, что некоторый уровень абсолютной недостоверности здесь достигается Декартом, но именно в этот момент и появляется вот этот образ разума в виде когета. То есть он говорит о том, что несмотря на то, что он меня обманывает, я могу мыслить. То, что я это понимаю, то, что он меня обманывает, говорит о том, что как бы он меня не обманывал, мое мышление, он меня не отнимет. И из этого мышления Декарт выводит достоверность существования. Известную фразу «Ego sum ego exist». То есть если я мыслю, я существую, и я существую, это достоверно. Но существую я столько, сколько я мыслю. То есть только тогда, когда я мыслю, я существую. Нужно сказать, какое место этот анализ занимает в книге Фуко. Значит, вот описание вот этой процедуры Декарта, вот этого размышления Декарта, оно находится в начале главы «Великое заточение», где Фуко описывает как раз то, как безумие существует в виде того, что исключено из социума и является предметом изгнания, тем, что изгоняется. то есть само положение этого анализа Декарта свидетельствует о том, что картезианский прообраз разума как раз является прообразом разума классической эпохи, поскольку изгнание проявляется в обществе как социальное явление, как явление общества, в дискурсивной форме это выражается у Декарта. Вот это размышление Фукова, такая интерпретация разума породила одну реакцию, которую я не могу обойти, которую никто нельзя обойти стороной, когда мы говорим об этой книге, это я имею ввиду ту реакцию реакцию со стороны Жака Дорида, который выступил очень активно одним из главных оппонентом Фукова в вопросе понимания статуса и сущности разума и полемика, полемика, которая прежде всего касается этой книги не затрагивает никакие другие тексты Фуко разворачивается исключительно на материале этой книги полемика является одним из образцов современного философского спора и в рамках этой полемики решаются очень важные для современности для современной философии вопросы и я хотел бы несколько слов хотел бы немножко отойти от Фуко и поговорить вот о том что представляет собой себя такая критика Жака Дорида значит это между ними нужно сказать что Фуко и Дорида были друзьями и когда Фуко был старше и до того как произошло это событие полемики они ходили друг к другу в гости пили чай в 63 году история безумия появляется в 61 году в 63 году Дорида выступает в колледже Жана Жана Валя по приглашению Жана Валя в философском колледже с докладом Когита и история безумия Фуко присутствует на этом докладе но никакой реакции с его стороны на тот момент не было в 67 году текст этого доклада появляется в книге Дорида письмо различия Доклад называется Когита и история безумия то есть мы уже видим что в центре находится вопрос о соотношении истории безумия как такого целостного концептуального проекта и интерпретации картезианской концепции мышления но это вопрос который задает рамки гораздо более серьезного драматического отношения возникшего между Фуко и Дорида нужно сказать что после того как Дорида опубликовал свой доклад Фуко прекратил всякие с ним всякие отношения и они долгое время вообще долгое время не общались и можно понять почему Дорида фактически обвинил Фуко в этой статье помимо того что он дает свою интерпретацию философии Декарта фактически обвиняет Фуко в одном вот в одном очень важном в двух очень важных вещах прежде всего тезис Дорида фундаментальный тезис этой статьи такой что проект истории безумия является воспроизведением метафизики присутствия письмо различия критика истории безумия которая находится в книге письмо различия представляет собой часть проекта Дорида по деконструкции европейской метафизики и как вы знаете я просто напомню что там два основных момента это критика метафизики присутствия деконструкции европейской метафизики это критика метафизики присутствия и критика присущего метафизики присутствия фонологоцентризма Дорида говорит примерно следующее что если Фуко допускает возможность написать историю безумия на некотором языке то значит он пишет эту историю на языке разума потому что никакого другого языка помимо языка разума не существует далее что написать историю безумия самого по себе является противоречивым проектом потому что это значит что негативному если мы понимаем безумие как то что исключено значит можно его понять как негативное это такое пресуппозиция Дорида негативным придается статус позитивного и Дорида ловит Фуко пытается поймать его на вот этом противоречии что пытаясь восстановить некоторую утраченную истину безумия предполагая что у безумия есть собственная истина которая находится вне истории и скрытой этой истории находится за пределами этой истории истории безумия Фуко наделяет безумие такими качествами которые делают безумие чем-то противоположным то есть превращают его в противоположность безумия и из этого последует почти политический тезис Дорида который и вызвал я думаю такую бурную реакцию Фуко о том что история безумия это реакционный проект реакционный проект укорененный в глубоко в почве метафизики а Фуко оказывается на на одной стороне с теми кто лишает негативное участвовать в истории участвовать право в истории вот это вот эта полемика вот из-за этих двух тезисов эта полемика была окрашена в тона конечно очень высокого драматизма как я сказал что Фуко прекращает контакты любые вообще контакты с Дорида буквально не здоровается с ним при встрече и изменения происходят только после одного тоже достаточно драматического события дело в том что Фуко встретился с Дорида только после того как он Дорида вернулся из почти месячного тюремного заключения в Чехословакии которое там произошло следующее Дорида был вице-президентом общества Яна Гуса это было общество чешских диссидентов и поехал туда проводить такие полуподпольные семинары и на границе ему подбросили кокаин чешские ККБшники или наши ККБшники подбросили Дорида кокаин и его привлекли к по статье за хранение и распространение наркотиков он провел почти месяц в тюрьме спасло его только непосредственное вмешательство Миттерана то есть там буквально была реакция со стороны французских инфектуалов очень бурная и Миттеран они там попросили Миттерана помочь Дорида выпутаться из этой ситуации вот фуко был одним из тех кто я не знаю встречаю встречал он Дорида или нет во время приезда но по крайней мере известно что их их такая встреча состоялась я хотел бы несколько слов сказать о том как Дорида понимает как Дорида интерпретирует Декарта схемку тут наверное не получится нарисовать ну ладно дело в том что принципиальным моментом является то что именно вот интерпретация мышления как исключающего безумия и образа разума как того из чего такого того из чего безумие исключено полностью является предметом полемической атаки Дорида уже в рамках его интерпретации Декарта дело в том что он вот этот момент когда Декарт говорит о том что это безумные и я не могу допустить что я оказался бы не менее безумным не менее сумасшедшим чем чем они Дорида относит он приписывает эту фразу не самому Декарту а некоторому внутреннему оппоненту то есть он можно да здорово декарту Продолжение следует... 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 Это лекция о старых и новых. Те, кто слушал, помнят, что речь шла о таких полемиках, которые... Я во время этой лекции думал, что, возможно, подобная полемика является полемикой между Фукоей и Дорида одним из таким продолжением или каким-то новым витком этой полемики старых и новых. Что существует вне истории? Существует ли безумие вне истории или безумие находится в истории? Мы можем найти его в истории. Существует безумие вне разума или безумие существует как момент разума? фукоиды рида дают найти на эти вопросы два принципиально разных ответа и эти ответы конституирует но во многом конститурует такое огромное течение внутри современной философии потому что деконструкция это очень большое течение очень развитое направлением внутри современной философии фуко хотя не создал школы но его концепция имеет огромное влияние и этот вопрос сущные полемика по поводу сущности разума она плетена ее можно на подход к пониманию разума можем найти уже самих их работах которые не связаны не имеют отношения непосредственно к этой полемике вот посмотрите как дорида работает с европейской метафизикой он всегда говорил что он любит европейскую метафизику и что некоторые его такой авангардный стиль мышления дорида связан именно во многом с тем что он пытается изнутри европейской метафизики найти такие и потенции которые противоречат вот этой метафизики присутствия но являются внутренним потенциалом этой филы европейской философии то есть внутри самое самого самой такой прозрачной гладкой до умиротворяющей философии метафизики существует что-то бурлящие смутное тревожное что пробивается наружу на полях и то чему нужно просто дать слово раскрыться внутри этой метафизики фуко говорил что он не занимается философией ему философия гораздо меньшей степени интересно чем тексты посвященные тексты из-за различных областей гуманитарных наук и которые не являются собственными философскими и гораздо большей степени помогают помогают ему в его его собственной работе интерес к философии у него фактически отсутствовал он упоминал философов очень редко и достаточно фрагментарно приводил их как какие-то примеры просто как примеры не как основные как основной как они не как основной материал своих собственных свои своего исследования вот кто из них старые а кто новые я когда я пытался ответить на этот вопрос я ответил для для себя на данный момент на него так что конечно кто-то может вот я хотел бы может быть если из тех кто был на этой лекции может быть эту интуицию улавливает у нас как со что со временем тогда потом хорошо мы давайте отложим такую это на вторую часть лекции вторую часть на вторую часть и я хотел бы еще один образ для того чтобы вот этот образ чуть-чуть вернуться назад от этой полемики к такому образу фуко который видит разум как такого одноглазого монстра который который утратил свой второй глаз фуко бы в каком-то смысле разума него вызывает ужас но в каком-то смысле его бесконечно притягивает вот это вот такая потенциалу насильственный потенциал разума он его все время анализирует и анализ дисциплинарных практик которую которому он после истории безумия обратился в книге надзирать и наказывать и в своих более поздних курсов колледж де франц психиатрическая власть все это анализ дисциплинарных практик это продолжение анализа разума как как вот этого узурпатора и такого нового нового правителя земли такого ну позже фуко это назовет вот генеалогии в утром генеалог генеалогии власти и но это произойдет немножко немножко позже фуко в каком-то смысле заворожен вот этим то что называют семиургии семиургии власти то есть таким знаковым творчеством производством знаков которые присущи вот классическому классическому разуму что он все обозначает отделяет реальное от нереально от воображаемого вот для дрияр очень активно пользуется эта позиция реальная воображаемая которую он сам не разделяет эту оппозицию он использует понятие опирается на свое разрабатывал понятие симулякра которую эту позицию разрушает и фуко для него как раз относится к тем кто продолжает классическую продолжает классическую традицию странным образом оставаясь внутри этой традиции он он ведет борьбу против нее будучи сам к ней принадлежным вот образ такого динозавра пережившего пережившего свое время который не очень ориентируется в новом времени то есть он там не может жить просто среди обычных деревьев да и для того чтобы он чувствовал себя хорошо ему нужны какие-то на гигантские секвой или реликтовые такие реликтовые растения но не знаю я вот может быть на этом бы остановился потому что все зависит дальше от того насколько 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 это насколько мне удалось как разложить вот этот достаточно сложный материал и на пути так сложные различия и насколько просто я хотел бы дальше пообщаться с аудиторией